Приветствую всех любителей игр на моем канале. Сегодня мы погрузимся в удивительный и разнообразный мир игр, открыв для себя и для меня самые захватывающие проекты. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по открытому миру игр? Тогда давайте начинать. Беллрайт – это огромный мир, окутанный тиранией, в который игрок попадает, оказавшись в тюрьме за странное преступление. Его цель – очистить свое имя, обрести свободу и свергнуть несправедливый режим. Задачи, которые ставит перед игроком игра, сложны, но именно это делает игровой процесс интересным. Игроку предстоит основывать собственное поселение, заботиться о добыче ресурсов и приглашать жителей, чтобы совместными усилиями достичь просветания. Различные технологии и навыки будут в его распоряжении, и каждый, присоединяющийся к движению за свободу, привнесет что-то новое. Управление городом – это непростая задача, требующая знаний и опыта. Постепенно, расширяя свои владения, игрок наращивает мощь, создавая базу для сопротивления и привлекая на свою сторону полезных сторонников. Тренировка воинов и освоение различных навыков станут необходимыми шагами на пути к успеху. Прогресс в игре зависит от выбора игрока, и он направляет его в выбранное им русло. Пусть удача сопутствует ему, и все его старания не пройдут даром. Annotter Crab's Treasure – это аркадная игра, в которой игроку предстоит окунуться в приключения краба-отшельника. Сюжет игры рассказывает о крабе, у которого украли дом, и теперь ему нужно пройти через многочисленные испытания и опасности, чтобы его вернуть. Основные особенности игры включает в себя огромный подводный мир для исследования, врагов, с которыми нужно сражаться, и головоломки, которые нужно решать. Игрок может использовать свои клешни и различные предметы, найденные на дне моря, чтобы справиться с противниками и преодолеть препятствия. Кроме того, игрок может собирать сокровища, которые затем можно обменять на ценную информацию, помогающую продвигаться по сюжету игры. Startblade – приключенческий экшен с видом от третьего лица, где вы взглянете на пережившую апокалипсис в футеристическую землю. После вторжения инопланетных биотитов человечество оказалось на грани уничтожения, и немногочисленные люди были вынуждены создать колонию, в которой и прибывает Ева. Это не просто девушка, а не знающий пощады боец, который предстоит найти способ уничтожения непрошенных гостей и вдохнуть новую жизнь в разрушенную планету. Событие разворачивается в полуоткрытом мире, где точно есть что изучить и исследовать. Тщательно осматривайте каждую область в поисках припасов и модификаций для прокачки оружия и игрового персонажа, а вместе с тем столкнитесь лицом к лицу с настоящей опасностью в виде биотитов. Они разделяются на несколько видов, и каждый из них обладает уникальными свойствами, которые раскроются непосредственно во время схватки, как в принципе и ваши способности. Не на последнем месте стоит внешний вид главной героини, а именно ее латексные костюмы. В процессе прохождения вы будете открывать все новые вариации и сможете кастомизировать персонажа по своему усмотрению, подбирая наряды, аксессуары и прически, а также разблокировав эксклюзивные элементы одежды. Dead Island 2 – это ролевая игра в жанре survival horror, действие которой происходит на вымышленном калифорнийском острове после вспышки зомби. Игроки берут на себя роль одного из нескольких выживших, каждый из которых обладает своими особыми способностями и древом навыков. Геймплей отличается быстрым темпом и жестокостью, и игроки используют разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, чтобы сражаться с неумолимыми зомби. Также присутствует глубокая система создания предметов, позволяющая игрокам создать и модифицировать собственное оружие и предметы. Сюжет рассказывает о выживших, которые пытаются выбраться с острова и найти способ остановить распространение эпидемии на материк. По пути они столкнутся с различными персонажами, включая безумного ученого, военную группировку и группу выживших, которые создали свое собственное общество. В игре представлен широкий спектр игровых механик, включая цикл день-ночь, динамичную погоду, систему голода и жажды. В игре также есть многопользовательский режим, позволяющий игрокам объединиться с друзьями и вместе бороться с зомби. Age of Water погружает вас в уникальное онлайн приключение на затопленной земле. В этом огромном открытом мире игроки встанут у руля в роли морских капитанов, пройдут по коварным водам, создадут союзы и разгадают тайны утонувшей цивилизации. Проложите свой путь через обширный океан, усеянный остатками Старого Мира. Пройдите через опасные штормы, исследуйте неизведанные территории и откройте скрытые поселения, пытающиеся выжить в самодельных постройках. Создайте свое уникальное судно из разнообразных корпусов и компонентов. Соберите маленький проворный корабль-разведчик для быстрой разведки или тяжело вооруженную бегемотиху для господства над волнами. Настраивайте свое судно, используя уникальное оборудование, броню и оружие, подстраивая его под свой игровой стиль. Опасность стоится за каждым поворотом. В открытых водах бродят пираты, а соперники могут покуситься на вашу добычу. Участвуйте в захватывающих морских боях, обходя противников с помощью хитроумной тактики и применяя разрушительную огневую мощь. Захватывайте вражеские корабли, чтобы расширить свой флот. Или добывайте ценные ресурсы для своего прогресса. Выберите свой путь в этом открытом мире. Выполняйте опасные квесты, познавайте тайны утонувшего мира или станьте безжалостным пиратом, грабящим ничего не подозревающих путешественников. Так что поднимайте якорь, отправляйтесь в плавание и создайте свою собственную легенду в этом уникальном постапократическом приключении. Reign of Guilds позволит отправиться в массовую многопользовательскую онлайн-игру, действие которой происходит в средневековом сеттинге мечей, колдовства и политических интриг. В этой игре вам предстоит вступить в одну из нескольких могучных гильдий и бороться за то, чтобы стать самой влиятельной силой в стране. Сюжет игры вращается вокруг борьбы за власть между различными гильдиями. Каждая гильдия обладает своими уникальными способностями и стилем игры, что делает игровой процесс разнообразным и динамичным. Мир полон секретов и скрытых сокровищ, которые ждут своего часа, а также опасных врагов, в которых необходимо победить. Геймплей основан на сочетании ролевой игры, стратегии и экшена. Игроки могут сосредоточиться на боях или дипломатии, в зависимости от того, какой стиль игры они предпочитают. В игре реализована обширная система ремесел, позволяющая игрокам создавать самые разнообразные предметы и оружие. Эти предметы можно использовать для улучшения способностей своего персонажа или продать другим игрокам для получения прибыли. Одной из уникальных особенностей является возможность владеть и управлять собственной территорией. По мере роста могущества и влияния вашей гильдии, вы можете расширять свою территорию, строить укрепления и привлекать новых членов команды. Конечно, это также означает, что вам придется защищать свою территорию от гильдий своих соперников, которые будут стремиться отнять ее у вас. Игровой мир огромен и наполнен разнообразными ландшафтами и окружением. От шумных городов до опасной дикой природы всегда найдется что-то новое. В игре также присутствует цикл день-ночь и динамичная погодная система, благодаря чему мир кажется живым и захватывающим. Batman The Stars – это космическое приключение, в котором вы отлично проведете время, играя роль отважного капитана космического корабля. Здесь вам предстоит исследовать глобальную галактику, пройти через различные интересные миссии и встретить различные планеты. Более того, вы должны найти общий язык с различными фракциями, чтобы выжить в условиях, которые не совсем благоприятны. Бесконечные просторы космоса можно исследовать. Вы также можете управлять кораблем в мельчайших деталях, чтобы сделать ощущение максимально реалистичным. Кроме того, поклонникам такого типа игр наверняка понравится красочное исследование космоса и наличие захватывающих миссий. Прежде всего, необходимо выбрать подходящую фракцию, каждая из которых наделена особыми свойствами и способностями для главного героя. Здесь вы можете выбрать путь добра, а можете встать и на сторону зла. У вас есть полная свобода действий, но вы должны помнить, что каждое ваше решение повлияет на ход событий. Кроме того, вы сможете изменить внешний вид своего корабля, сделав его совершенно не похожим на другие. Вархаммер 40 тысяч Родж Трейдер. Это классическая ролевая игра, которая переносит вас в фэнтезийную вселенную. Играйте в роли вольного торговца, унаследовавшего от своих предков обширный бизнес целой династии. Вы станете частью захватывающего, но в то же время довольно опасного путешествия по далеким землям, куда человечество старается не заходить. Основная цель – открывать новые места и страны для торговли, тем самым расширяя круг победителей и повышая эффективность переданного вам бизнеса. Многие из раз и цивилизации, которые встретятся на вашем пути, будут вполне дружелюбны, но будут и такие, которые станут вашим главным врагом. Это говорит о том, что очень важно проявлять стратегические навыки, действовать осознанно, подключать при этом хитрость и смекалку. Графика игры завораживает реалистичностью и точностью проработки, а потому вы станете полноценным участником этого незабываемого приключения. Survive Land – это крутая игра на выживание, в которой вы сражаетесь с различными испытаниями, противниками и сюрпризами суровой природы. Разработчики постарались сделать свой мозговой штурм максимально реалистичным, и им это удалось, поскольку даже самые мелкие предметы, которые вы найдете, будут иметь определенные физические и внешние характеристики. Вы попадаете в симулятор реальной жизни, где все аспекты вашей деятельности находятся под вашим полным контролем. Каждый предмет, который вы найдете, будет выглядеть и функционировать так же, как и в реальном мире. Вы можете создавать своего собственного главного героя, наделив его определенными характеристиками, внешними особенностями и навыками, которые потенциально можно всячески улучшать по ходу действия. Особенности игры включают не только красивую графику, но и уникальную систему ремесла, где вы можете создавать любой предмет, полезный ресурс или оружие с помощью чего-то, найденного на просторах того или иного места. Вы можете строить все, что захотите, но особенно внимательно отнеситесь к укреплению своего дома, так как вражеские сторонники будут настигать вас в самое неподходящее время. Outpost Infinity Siege – оригинальные гибриды шутера от первого лица и бешеной защиты в научно-фантастическом сеттинге. Вы вместе со своей командой оказались на далекой планете, где агрессивная окружающая среда представляет серьезную угрозу для вашего выживания. Объедините свои усилия вместе с лучшими бойцами и грамотно распоряжайтесь имеющимися ресурсами, чтобы выжить и преуспеть свои миссии по освоению чужих земель. Наслаждайтесь многочисленным выбором уровня сложности в зависимости от вашей подготовленности, а также целей, которые вы преследуете. В игре вы можете как спокойно провести время, так и бросать себе вызовы сложными задачами. Геймплей предлагает создавать различные сооружения, а также использовать боевых роботов, чтобы защищать имеющуюся территорию от инопланетных захватчиков. Поэтому грамотно распоряжайтесь имеющимися орудиями для достижения поставленных целей. Оперативный режим дает возможность пригласить друга для совместного времяпрепровождения. Объединяйте усилия выбранных героев и создавайте необычные связки из умений, извлекая максимум из сложившихся ситуаций. Спасибо всем за просмотр, надеюсь, что вам понравился мой топ 10 игр с открытым миром. Не забывайте ставить лайки, делиться видео с друзьями и подписываться на канал для получения увлекательного контента. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова